Если завтра зима поменять покрышки, уже сейчас советуют в голос и эксперты по безопасности дорожного движения и специалисты ЦСДД, то есть Дирекции Латвийской Безопасности Дорожного Движения. О нюансах смены автомобильной обувки в конкретные сроки, которые в обозримом будущем могут, впрочем, и измениться, поговорим в прямом эфире Домской площади с руководителем Технического Департамента Дирекции Безопасности Дорожного Движения Латвии ЦСДД Иоаннесом Лепеньшем. Он с нами на видеосвязи, господин Лепеньш. Доброе утро. Доброе утро всем. Наличие зимней резины на автомобиле обязательно до 1 декабря. Накануне еще раз открыл правила, законы ничего пока не изменилось. Но уже сейчас, на что я обратил внимание, например, чтобы попасть на шиномонтаж, приходится записываться уже на несколько недель вперед. Очереди, во всяком случае в Риге и других крупных городах, растянулись. Ваши лепайские коллеги из местного филиала ЦСДД несколько дней назад в большом сюжете нашей программы рассказывали, что каждая вторая авто, каждая вторая машина, которая приезжает на технический ежегодный осмотр, в курзом и уже сейчас обута в зимнюю резину. Можете ли вы в целом, глядя на вот эти два факта, на то, как развивается сегодня ситуация, накануне зимы 2024, сказать, что отношение водителя, да и в целом ситуация в корме изменилась в положительную сторону? Да, ну вы сказали насчет лепай, мы в прошлой неделе пока еще только были разговоры о том, что будет в Риге снег и во всей Латвии. Мы сделали тоже эксперимент, не эксперимент на техосмотре, потому что там уже люди подготавливаются, свои машины, но сделали эксперимент на улице. Значит, посмотрели, какие машины стоят у стоянки у больших магазинов или у дороги, и с радостью могу сказать, что там был примерно и процент автовладельцев, у которых уже были зимние шины, это было от 60 до 80 процентов, в зависимости от того места, где мы проверяли. Так что я рад за наших автоводителей, которые очень предварительно подготавливают свой автомобиль к зиме и не ждут последнего момента, чтобы выпал снег, и тогда уже только меняют свои шины на зимние шины. Услышать комплимент от ЦСДД в адрес водительской, братья, это уже дорогого стоит. И тем не менее, тем не менее, я добавлю чайную ложечку дегтя в то, что вы только что сказали, наверняка будет и определенный процент тех, кто по каким-то причинам, может быть даже сознательно, и после 1 декабря будут ездить либо на летней резине, либо на той, которую в народе называют лысой резиной. Да, ну, конечно, есть такие тоже автоводители, это, ну, я бы сказал, где-то не более 10 процентов составляет тех, которые на улицах, и из-за этого ЦСДД вместе с госполицией делает рейды, рейды на улицах и проверяет состояние шины и, соответственно, шины, которыми они пользуются на улицах. Ну, скажем так, предварительно, если вы будете ехать после 1 декабря на, скажем, летней, ну, с летней резиной на вашем автомобиле, значит, вы потеряете не только технический осмотр, но вы и потеряете номерные знаки, потому что при таком нарушении вы дальше ехать не сможете. Вам снимут номерные знаки, снимут техосмотр, и только с эвакуатором вы сможете свой автомобиль доставить на замену ваших шин. Да, но здесь еще немаловажно обратить внимание не только на то, какие это шины зимние, летние, так называемые вне сезонки, но еще и на глубину протектора. Это тоже очень важно, потому что некоторые водители считают, что я достал из сарая ту резину, на которой я ездил 5, а то и больше лет, но иногда и, скорее всего, наступают такие моменты, когда эта резина становится практически непригодной для езды в зимнее время. И с такими случаями, в том числе и во время вот этих рейдов, о которых вы только что рассказываете, очень часто приходится сталкиваться с такими ситуациями. Ну, вы уже ответили, вы когда уже задавали вопрос, вы сказали, что если это лысая резина, значит, она не соответствует глубине протектора. Хочу напомнить всем автовладельцам, что зимней шине минимальная глубина протектора – это 4 мм. Если у вас, ну, что бы я хотел, чтобы автовладельцы, ну, как бы знали, если у вас начинается зима, у вас уже протектор 4, не знаю, 2-3, значит, в феврале он уже может быть ниже того минимальной глубины, которая должна быть у протектора. Потому я бы сказал, если у вас уже к критической вот этой глубине пришел ваш протектор, я бы посоветовал менять уже ниже… То есть у менять уже прямо сейчас. А вот, кстати, если во время рейдов на дороге выяснится, что есть вот такая машина, водителя предупредят или последует более строгое действие какое-то? Я бы хотел сказать две самые важные вещи. Значит, мы начнем уже рейды проводить перед первым декабрем. Это значит, что мы будем уже предварительно советовать владельцам или менять, если у них есть зимняя резина, но она уже близка к тому, чтобы не соответствовать в ближайшее время, или у них будет летняя резина, по закону, которая еще может быть, мы их будем предупреждать и советовать обязательно в ближайшее время поменять. Если мы говорим о том же времени, когда обязательно пользование зимней шины, тогда это значит, что в это время, если, конечно, водитель будет там, наверное, 3,9 мм, мы будем предупреждать, но если это уже будет проходить, скажем так, что все шины там 3 мм или 3,3 мм, конечно, это уже будет, ну, скажем, не только предупреждение. Конечно. Вопрос от нашего слушателя. Женский взгляд на вопрос такой неожиданный, но очень хороший, меткий, точный вопрос в сегодняшней ситуации. Галина спрашивает, можно ли быть стопроцентно уверенным в том, что покупая в Латвии, в автосервисе, в автомагазине зимнюю резину, ты действительно предупреждаешь, покупаешь именно зимнюю резину и то, что она соответствующего качества. Это раз и стандарта. В ЦСДД во время техосмотра, проверок не сталкивались с такими ситуациями, что порой где-то почему-то может появиться и несоответствующая некачественная покрышка. Такова суть вопроса нашей слушательницы. Да, вопрос очень хороший. Я бы сказал, он, ну, не совсем простой к ответу, потому что, ну, надо понимать, что самое большое количество шин проводят в Китае. Ну, и мы, наверное, никому нет вопроса, что значит китайское качество. Значит, может быть очень хорошее качество и, конечно, может быть не совсем. Я бы посоветовал в любом случае автовладельцу попросить продавца, чтобы он его как бы проинформировал, какие проведены тесты либо на эту шину. Ну, значит, они были сравнены с другими шинами и, ну, на какой остановились этом месте или позиции с другими шинами, совсем плохая или лучше или хуже и так далее. Потому что одно это ясно, если шина будет во всех проверках топ номер один в сравнениях, значит, она и по цене не будет дешевая. Но если она будет где-то середина, не сам конец, ну, я бы сказал, это уже будет означать о каком-то качестве этой шины. Другой вопрос, если мы сейчас чуть-чуть как бы, ну, стали разговаривать о покупке шин, то я бы хотел сразу же говорить, что если кто-то думает покупать шины на эту зиму уже сейчас, обязательно надо стараться покупать те шины, которые обозначены, скажем так, с тремя пиковыми горными обозначениями и снежинкой. Что это значит? Почему я так говорю? Этой зимой это обозначение не будет обязательно для зимной шины. Но со следующего года, 1 октября, обозначение, три пиковые горные обозначения со снежинкой, с следующего года будет обязательно обозначение для зимной шины. То есть если шина приобретается на более длительный срок, нужно это иметь в виду. У нас мало времени остается вопрос, с которого, возможно, надо было вообще начинать наш сегодняшний разговор. Это то, что сейчас смена шин летних на зимние обязательно с 1 декабря. Но, как я понимаю, сейчас на разных уровнях, в том числе и на политическом, рассматривается вопрос, чтобы подойти к этому немного по-другому, и чтобы шины ставили не фиксировано с 1 декабря, а в зависимости от актуальных погодных условий. Мы к этому действительно идем? Мы уже на пути к этому? Я бы хотел чуть-чуть поправить вас. Эта инициатива была от ЦСДД, но, скажем так, были дискуссии, чтобы обязательное время пользования зимней шины было сделано побольше. Не с 1 декабря, а с 1 ноября. А эти дискуссии уже были, ну, несколько раз они как бы поднимаются. И потому от ЦСДД было предложение, что не менять этот обязательный срок. Он остается от 1 декабря до 1 марта. Но если не в этом сроке выпадает снег или гололед, вот тогда в это время, вот в это время суток, или в этот день, или в эту неделю, тогда нельзя пользоваться летней резиной, но только зимней резиной. Вы считаете, что это реально, глядя на уже упомянутые очереди в автосервисах, где люди на недели вперед записываются? И самое главное, можно ли это проконтролировать? Потому что самое главное, наверное, это касается не только этих нормативов, но и очень много того, что сейчас вносятся в законы о дорожном движении, это о так называемой ответственности водителя. То есть, что ее можно было бы проконтролировать, что она была бы не просто на бумаге, а была бы реальной. Ну, я, наверное, скажу так. Перед тем, как мы начали делать, скажем, рейсы на дорогах и проверять зимние шины, тогда тоже изначально была ситуация намного хуже, чем она сейчас. Если бы мы, наверное, сравнивали бы данные, не знаю, 5 лет обратно и перед первым ноябрем проверили автомобили на дорогах, сколько же они уже с зимней резиной, тогда мы бы констатировали совсем другие данные. На данный момент я говорю, я с радостью и с гордостью говорю про наши автовладельцы, потому что перед первым ноябрем уже, ну, посредним, 70% уже машины с зимней резиной, я думаю, это будет только еще один стимул тем, которые заранее меняют и готовы к любым погодным условиям. Господин Владимирович, большое спасибо за Ваш комментарий, за Ваш рассказ. Вы поведали много нового, но и я повторюсь, что комплимент, с которого мы начали, он важен и он действительно дорогого стоит. Доброго дня, спасибо, что были с нами. Яныс Лепинш, руководитель технического департамента ЦСДД, Дирекция безопасности дорожного движения, еще раз напомнил о том, что стремительно меняется не только погода, но и приближается 1 декабря, когда следует сменить покрышки автомобилей летние на зимние. Уже сейчас данные ЦСДД свидетельствуют, что 70% латвийских авто переобутые, и водительское братье получило комплимент от нашего собеседника. Но возможны ситуации, что кто-то забыл, кто-то не знает, а кто-то пытается достаточно опасно для своей жизни сэкономить на шинах. Именно поэтому в этом году традиционные рейды ЦСДД совместно с дорожной полицией начнутся не 1 декабря, а заблаговременно цель их напомнить о том, что такая норма в силе ее никто не отменял.